всех приветствую вчера в комментариях были заданы два вопроса первый где купить более мягкие вершинки на кайдэнспайрон 3.9.90 и второй вопрос с какой вершинки начать при ловле тем самым эспайрон чтобы сразу же эту вершинку не сломать так вот сейчас расскажу где купить на эти энспайроны вершинки потому что именно на энспайроны их не купить нигде то есть подскажу аналог и второе в очередности расскажу что надо сделать чтобы вершинки не ломать от слова совсем но лично я за последние четыре года сломал две вершинки одну из-за пуха и одну из-за того что забыл сделать одну манипуляцию и так у меня в наличии есть кайдэнспайрон 3.660 грамм вот столкнулся я с тем что из трех вершинок две сопливые напрочь ну как это вылечить простым мужским коновальным способом я рассказывал это если самым простым ну давайте еще раз расскажу то есть берем просто-напросто отламываем одну вот эту часть и забегу вперед подгибаем вот это вот колечко а немножко вонуто чтобы не было захлест это если простым можно заморочиться там что-то по науке попробовать сделать но это не мое а вот что сделать если нужны вершинки мягче дело в том что посадочный диаметр на всех испаринах 2,2 миллиметра точно такой же посадочный диаметр у лажанок оптимул вчера я заходил смотрел цену на эти вершинки 330 рублей ну в общем-то по нынешним временам это вполне себе меняемая цена зуба да да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все встает плотненько Смотрим на сколько заходим На Inspiron вершинок от Optima я не могу попробовать Потому что во-первых от Optima по моему вершинок не осталось Даже не найду тубус Да и Inspiron я как раз это колено куда оставляется вершинка Я на последней рыбалке сломал Стал вечером агурать под машину Чтоб никто не тиснул И соответственно из-за моих неловких движений Вот этот спайрон сломал Ежели вдруг Будет такая проблема Что не совсем подадут эти вершинки От Optima Ну если будут вылетать Соответственно намазать Суперклеем И потом нулевочкой обработать Если наоборот лезть не будут То взять нулевочку И аккуратненько Сточить До нужного диаметра Собственно говоря эту вершинку Это что касаемо Где купить Вершинки для Inspiron Ну удилище популярное Люди покупают Люди довольны Ну и соответственно У людей возникает Некоторые вопросы Теперь что касаемо Как не ломать вершинки В очередной раз Ну насчет плетни врать не буду В последний раз Семь лет назад С плетни влажат Что касаемо монофила Монофил нужно использовать Жесткий У мягкого Память гораздо больше И вот эти вот Из-за этого захлесты Начинаются сразу С жесткими лесками Такое начинается Через какое-то время Так вот Чтобы этого не было Этих захлестов Надо Вот это вот Колечко Если оно не противозахлестное Подогнуть чуть вовнутрь Если противозахлестное То проблем Во всем случае Жестким монофилом Быть не должно Ну и соответственно Либо кидать Маятником Если подмотали Кормушку у вас Ну Я свист Вставляю Маленький Если Кормушка Подмоталась Значит У вас При маятнике Захлестов не будет Априори Если Нет нигде деревьев Вы ни за что не зацепились То есть Надо за этим следить Если вы кидаете Обычным забросом То соответственно Перед забросом Попробуйте Леску Пальцем Ходит ли вас леска Или нет Не произошел ли у вас Зацеп Вернее Захлест За то время Пока вы Переводили Ну поняли Заводили удилище За спину Ну и опять же Смотреть Чтобы не было Зацепов За какие-нибудь Ветки Либо Возможно За траву За какую-нибудь Высоку Ну вот В общем-то и все Надеюсь В очередной раз Что кому-то было полезно Интересно На сегодня все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok